Друзья, друзья, я Григорий Герман. Будет или не будет всеобщая мобилизация, или выйдет или не выйдет, это частичная мобилизация, которая до сих пор идет в России, в публичное пространство, как это случилось в осени 2022 года. О чем говорит предоставление статуса иноагента лидерше Путдомоек? Это признание угрозы или признание заслуг? Действительно ли Путин стал в последнее время все чаще и чаще появляться на публике, особенно на открытых каких-то пространствах при встречах с простыми россиянами в бронежилете? И есть ли в этом что-то новое? И стал ли он чувствовать себя менее безопасно после разрешения, которое Украина получила от западных стран, разрешение бить западным оружием по территории России? Обо всем этом и не только в разговоре с Андреем Сидельниковым. Оставайтесь, будет интересно. По оценкам некоторых экспертов, насколько я понимаю, для того, чтобы получить какие-либо ощутимые, весомые и видимые на карте преимущества на линии фронта, Путину необходимо набрать где-то порядка 300 тысяч. 300 тысяч с помощью контрактников этот объем пушечного мяса обеспечить до осени явно не получится, потому что там максимум 40 тысяч в месяц. А тут необходимо набирать параллельно с контрактниками, то есть плюс к контрактникам, что без сомнения перемолит призывную систему и вообще систему подготовки, даже ту, которая есть в России. Но он может это сделать, если объявит о всеобщей мобилизации. Правильно ли я понимаю? Нет, нет, совершенно нет необходимости. Нет, просто опять-таки, если брать юридические аспекты, то сегодня нет необходимости объявлять полную мобилизацию, потому что до сих пор действует и не выполнен еще указ о частичной мобилизации. По нему из миллиона человек по предварительным оценкам 550 тысяч где-то обработано, по большому счету. Вот они, многие уже погибли. Но тем не менее, еще есть этот люфт до 400-450 тысяч. Как раз, собственно говоря, этого достаточно. То есть никаких дополнительных юридических инициатив и законодательных для этого необходимо. Необходимо, но конкурс идет между регионами к огромной зарплате, которую предлагает Министерство обороны в случае подписания экономики. В случае подписания экономики. Дополнительно регионы выделяют разные няшки, финансы и каждый, кто гораздо большому счету. Это не дает эффекта, потому что добровольцев, как сказать. На сегодняшний день уже нет. Все, кто хотел поучаствовать, скажем так, с таким патриотическим рвением, они уже давно кормят червей в украинской земле. Они действительно переработаны, перемолоты все это за больше чем два года полномасштабного уторжения. И сегодня, ну, насколько мне известно, опять-таки, Путин, у Путина есть количество, вот это, слову, 300 тысяч, которые говорят эксперты. Я не знаю, с чем связана эта цифра. Но, тем не менее, по стране, конечно же, находится больше всего наследующих. Другое дело, что Путин не хочет передислоцировать, например, с Дальнего Востока войска, внутренние войска, которые стоят там в границах и расположены в частях, в разных регионах страны. Вот эту передислокацию он боится, потому что здесь влияют разные факторы. На мой взгляд, естественно, это Китай, по большому счету, который, конечно же, сможет воспользоваться ситуацией при всех вот этих вот якобы дружеских отношениях между Си и Путиным. Тем не менее, Китай проводит свою независимую политику, выгодную только исключительно для Китая. Он это делает успешно, используя, опять-таки, нападение Путина на Украину и получает сегодня колоссальные преференции, колоссальную выгоду экономическую от, соответственно, состояния дел в России. Более того, в общем-то, внутренние войска у нас все время задействованы, если происходят какие-то волнения. Ты имеешь в виду гвардию, правильно? Я не имею в виду вообще, чтобы говорят военнослужащие. Нет, я не знаю, по-моему, цифры эти все-таки засекречены, но в России под ружье, по-моему, уже до миллиона человек доходит в том или ином виде. И это постоянная такая цифра. Но они действительно расположены на огромной территории России. И вот так вот перебрасывать туда-сюда, там, по сто тысяч, это тоже и дорогое удовольствие в первую очередь, ну и боязнь оголить пространство внутри страны. То, что происходит сегодня, мы видим вот сейчас, да, грубо говоря, на Харьковском направлении, конкретно на Харьковском направлении, в местные штубы Путин кидает немобилизованных, ну, отчасти, естественно, мобилизованных в том числе, но уже кидает тех, кто по призыву, которых просто, грубо говоря, обманом заставили подписать контракт с Министерством обороны. Это те призывники, которые в этом году только пошли, значит, проходить военную службу по закону. И их не имеют права, естественно, в горячие точки никакие посылать. Но, понятное дело, что российским правителям закона не писано, международная правда, не писана. Поэтому, в общем-то, мы видим уже результаты вот этих вот местных штурмов, огромное количество погибших. Именно молодых людей, которые не умеют, они не профессиональные военные, не умеют обращаться с оружием за два месяца, за три месяца, которые они проходили военную службу, но это, собственно говоря, невозможно. Тем более, если это молодые люди, еще не приспособленные к жизни, не понимают, как это действовать. Но, тем не менее, вот эта кампания, которая была изначально организована военкоматами по призыву, когда начался призыв, было, соответственно, в данном решении. Об этом мы говорили и раньше, еще до момента начала призыва о том, что военкоматы будут отбирать дела тех, в общем-то, людей молодых, на которых очень легко повлиять. На них, соответственно, решение в замкнутом пространстве, понятное дело, что, ну, под достаточно большим давлением ломаются молодые люди и подписывают эти контракты. В дальнейшем, соответственно, это подписание подобного контракта, но это просто означает себе смертный приговор, по большому счету, если мы говорим о комплексе прохождения войны. И, соответственно, пока нет предпосылок для ее окончания. Как такового контрнаступления у России нету, но постоянно вот этот прессинг, постоянное действие вот этих вот людей, которых просто кидают в эти мясорубки, и сейчас не позволяет просто, по большому счету, именно из-за времени для обучения там людей, которых мобилизуют, да, с во всей страны. Да, при этом, дружище, я хочу тебе напомнить, что почему говорят, что необходимо 300 тысяч? Потому что осенью 2022 года, набрав приблизительно 300 тысяч по частичной мобилизации, мы все помним, как это происходило, и мы все помним, что тогда мобилизованные попадали на фронт через неделю после того, как их забирали на улицах больших городов. Да, да, сейчас происходит все то же самое совершенно. Вот есть, ну опять-таки, фактуры и случаи частные, да, которые появляются в СМИ, в социальных сетях. Буквально, не знаю, там позавчера я читал, там, ну, письмо, наверное, какое-то, или сообщение в социальной сети одной женщины молодой. Значит, муж мобилизовали, он был, значит, в Белгороде, значит, и распределение, вот он неделю как бы там, сказал, включает телефон, и через неделю они должны перебросаны быть на Харьков. И, собственно говоря, ей там через неделю вызывают военкомат и сообщают, что он погиб. Он призван, то есть две недели прошло, по большому счету, там, две с половиной недели с момента его мобилизации. И уже, соответственно, он кормит червей. Вот, пожалуйста, чем занимаются российские, пытаются просто численностью, как бы, да, задавить эту границу. Да, и вот для того, чтобы получить нужное количество вот таких вот мобилизованных, которых можно будет быстро, неподготовленными, как угодно одетыми и вооруженными, и бросить в бой, ему необходимо, вроде бы, ну, как говорят, да, что ему необходимо вот это вот, либо продолжение частичной мобилизации, либо всеобщее. И тут возникает вопрос, потому что я слышал неоднократно, что он не хочет проводить на самом деле всеобщую мобилизацию, и он не хочет переводить экономику на военные рельсы по-настоящему. Потому что он понимает, что, условно говоря, перевести обратно в конверсию, что происходило с советскими оборонными заводами, когда они начинали конверсировать активно, мы все прекрасно помним. Но... Это понятно, это понятно, но здесь, как бы, точно совершенно нет, но просто я не знаю, опять-таки, какие эксперты и что это говорят, видимо, они не знают, там, реальную сегодняшнюю обстановку в России, не знают поведения, не понимают поведения высшего преступного руководства России, тем не менее, всеобщая мобилизация, действительно, как я сказал, уже нет необходимости никакой. Оно как бы, ну, опять-таки, назовите ее, ведь не зря изначально указ был назван о частичной мобилизации, чтобы как-то общество, да, ну, не совсем будоразов, я бы сказал. И, опять-таки, юридически нет необходимости дополнительные какие-то законы вводить именно для того, чтобы там как можно больше людей собрать. У них есть этот гэп, у них есть это огромное количество, 400, ну, пусть будет вот 400, да, там не 450. Ну, 400 тысяч, это превышает эту сумму, которая, вот, 300, которые говорят себе, да. Что касается перевода экономики на военные рельсы, для этого как раз поставлен не военный министр обороны Белоусов, вот этот вот военный преступник, вор, коррупционер и теперь убийца, именно для того, чтобы перевести, действительно, заводы экономические, все на военные рельсы, это путь выбран, он может быть юридически не закреплен, ну, то, что мы видим, то, что сегодня происходит, военные заводы работают в три смены. Кстати, работать, как бы, очень сложно в плане того, что не по физическим каким-то нагрузкам, а людей на заводах, чтобы было понятно, не хватает. И вот мужское население сегодня в городах России тает просто на глазах. Огромное количество уже поселений, где просто нету мужчин. Да, это небольшие, мы сейчас говорим не про большие города, естественно, мы говорим про, там, деревни, поселки, села, отдаленные, там, райцентры. Тем не менее, сегодня заводы, действительно, работают в три смены, работают преимущественно женщины, ну, и, собственно говоря, пока нету мощностей тех, которые необходимы Путину для его, в общем-то, поставленных им задач. При всем при том, что российское общество поддерживает войну в массе своей, и те эксперты или политики, общественные деятели, которые заявляют обратно, просто лгут, реально лгут, россияне сегодня поддерживают войну. Более того, люди, которые живут за границей, и российские граждане преимущественно поддерживают Путина режим и являются пособниками этого режима, и это уже, там, другая история. Это они представляют угрозу национальной безопасности любой страны, в которой они проживают. И если сегодня кардинально не решать вопросы с россиянами, заходящимися за рубежом, потом будут очень-очень печально и большие проблемы. Именно эти люди, по большому счету, будут рисовать кресты на зданиях жилых домов, как это делали, вот, там, кремлевские агенты, да, в Киеве и других городах, наводя путинское оружие в первые недели полномасштабного вторжения. Именно эти люди на Западе будут эти кресты рисовать. Мы об этом говорим на встречах с разными политиками, депутатами разных стран. Я вот буквально там через неделю полечу из Украины, поеду, полетать, к сожалению, нельзя, да, поеду в Великобританию, в Лондон, где назначено у меня достаточно много встреч. И одним из главных тем будет именно вопрос о россиянах, проживающих в Великобритании, которые будут предоставлять угрозу национальной безопасности Великобритании. Для меня это важный вопрос. Этим вопросом мало кто занимается, почти никто не занимается. И наоборот, я вижу, что так называемые там бывшие оппозиционные деятели, общественные деятели, оппозиции, которые перестали быть таковыми, до моего взгляда, после 17 марта, выстроивши вот эти очереди, как бы, да, для легитимации путинского режима и вот этого нового Путинова пятого незаконного срока, они, наоборот, продвигают идеи о том, что россиянам, которые сегодня находятся за рубежом, необходима помощь. Этих россиян необходимо выборить. Вот я, проводить и проводим движение, говорите громче, и что, санкционным комитетом, который я возглавляю, именно эту позицию. Эти люди предоставляют угрозу национальной безопасности. С ними нужно как-то решать вопрос. И, тем более, у них достаточно большие активы, которые понадобятся Украине, которые необходимо контрисковать у этих людей. Ну, вот этим, в общем-то, занимаемся сегодня и сейчас. Если сейчас, по очечайнию, Путин снова либо вот будет так же активно с ловлей на улицах, а со всеми, да, с шашками, с бурками и скидить твою мать, будет продолжена вот эта частичная мобилизация, либо будет введена всеобщая мобилизация. Каким последствиям для власти это может привести? Хотелось бы сказать, что это даст вопрос возмущения определенным, но какое-то возмущение населением будет, но настолько оно безвольно и в рабском состоянии находится, что ожидать каких-либо кардинальных изменений в политической повестке России, ну, сегодня не приходится. Еще момент, кстати, который я забыл упомянуть в связи с мобилизацией. Надо сказать, что сегодня, ну, об этом уже тоже говорят разные эксперты, в России закрываются тюрьмы, закрываются поселения, потому что призваны, по большому счету, и мобилизованы вот там из разных тюрьм. Действительно, там когда тюрьма и поселки вокруг, или даже города, это получается, что это градообразующие предприятия всю жизнь были, давали работу, да, там и надзирателям, и там уборщицам, и всем остальным. То есть это действительно сегодня является проблемой местного населения, когда закрываются тюрьмы, потому что обслуживать нет, работы нету, соответственно, да. Заводов вот этих вот, на которых клепают оружие, в этих местностях тоже, соответственно, нету. Поэтому, ну, вот как бы вот так это происходит. Другое дело, что, я не знаю, пока еще не принято решение замораживать. Огромное количество, что-то у нас политически сейчас заключенных. Ну, вот, и это, в общем-то, позиция развивается, по большому счету. Как ты думаешь, какие будут последствия для власти, если Путин таки объявит всеобщую мобилизацию, или частичное выйдет в публичное пространство? Да, ну, как бы еще раз как бы подчеркну, я не писатель-фантаст, да. Я не вижу оснований никаких для того, чтобы было сегодня, в ближайший месяц, скажем так. Давай как бы мы не будем забегать вперед, потому что ситуация меняется. Сегодня нет никаких оснований для проведения всеобщей мобилизации. Ни юридически, ни фактически. Если представим, что это необходимо, то, соответственно, что будет происходить? Мы увидим опять очереди на границе, но, скорее всего, уже в этом случае границы будут перекрыты. Значит, будут нелегально переходить границу. Те, кто имеют возможности, а те, кто не имеют, ну, будут прятаться, да. Не будет больших бунтов, если ты хочешь меня спросить, будут ли большие бунты, нет. Но бунты относительные, локальные, опять-таки, будут возможны, вот, как я уже до этого говорил, это была отправная точка 500 тысяч убитых уже в российских полослужбах. Ну, в потерь, да. 500 тысяч потерь, да. 500 тысяч потерь, хорошо. Ну, вот, как бы изначально, когда это было где-то 250, там до 300 тысяч, как раз я сделал предположение, ну, это, наверное, было год назад, скорее всего, да, я сделал предположение о том, что вот 500 тысяч потерь – это будет такая отправная точка, когда российское общество начнет, ну, как-то просыпаться, да, от этой пропаганды, от вот этой информации, которую получает, потому что такие потери уже не скрыть. Такие потери уже заметны на местном уровне. Да, конечно, опять-таки, в больших городах это и так видно. Но сейчас, сегодня очень видно хорошо, именно по малым поселениям, по деревням, селам, там, поселкам городского типа это видно очень здорово. Даже не обращая внимания на кладбище, которые усеяны новыми могилами в каждом регионе, в каждой местности, речь идет о том, что просто исчезает мужское население. И поэтому здесь вот тогда, когда, действительно, Россия – огромная страна, сколько миллионов проживает, до 500 тысяч оно как-то разбросано по, значит, по окрестностям. Но вот 500 тысяч, я считаю, и сегодня я повторюсь, действительно, это вот является авторной точкой, которая может в дальнейшем сыграть такого локализатора для выступлений против уже войны. И сегодня ведь даже эти жены мобилизованы, да, которые, они не выступают против войны. Да. Они не выступают против того, что проводят какую политику Владимир Путин. Они лишь хотят чисто своего такого внутреннего, житейского, человеческого, наверное, счастья, возразить своих мужей, значит, с войны. А здесь нужно тоже подчеркнуть, сегодня контракт, который подписывают люди по мобилизации с Министерством обороны, не имеют срока окончания. Поэтому никакой мобилизации, никакой там ротации, никаких этих вещей не предвидится до момента окончания там войны. Как она будет закончена, мы это будем наблюдать, естественно, в будущем. Но, тем не менее, никакой ротации быть у этих людей не может. И вот эти вот визгливые крики из болот, я бы сказал, да, жён мобилизованных, они, конечно, никакого эффекта не дадут. А вот количество погибших каждый день, каждый месяц, недовольство будет растать. Потому что, конечно же, люди общаются между собой, конечно же, они видят прекрасно. Они не осознают и не понимают, что вот это огромная цифра, потому что их она не касается, но они видят, что где они живут, что, как бы, действительно, мужчин становится меньше, гробов становится больше, могил становится больше, и, собственно говоря, разрушенные семьи, как обычно, то есть здесь уже, ну, кстати, надо прожить какое-то время, чтобы потом начать возмущаться. Это возмущение как раз пойдёт. А от того, что будет мобилизовывать, как бы, ну, нет, это я не думаю, что будет какое-то кардинальное изменение. Скажи мне такую штуку. То, что Путь до Моек впервые заметили в юридическом пространстве Российской Федерации, то есть одна из них уже получила статус иноагента. Иноагента, да. Это о чём-то говорит вообще? Это говорит о том, что, ну, типа, у, заметили, ни хрена себе, да, или это просто... Значит, заметили, как бы, во-первых, знали. Во-вторых, изначально, как только они появились вообще сами по себе, я лично говорил о том, что власть не будет реагировать, значит, в подобных способах. Это не массовое явление. Перерасти в массовые вещи это не может. На сегодняшний день будут преследовать ярох таких активисток. Ну, вот, как я сказал, до этого говорил, что какие-то уголовные дела. Я, кстати, не думал, что иноагенский статус так будет, да, потому что всё-таки изначальная задумка этого статуса, да, это всё-таки немножко про другое. Вот, поэтому я говорю о том, что будут заведены, завалиться уголовные дела на этих лиц, будут прессовать, естественно, будут, там, беседовать, давить, всё это происходит. Ну, опять-таки, я не знаю, можно ли в данном случае, как признание каких-то заслуг вот этот статус иноагента. Для себя, я вижу, это действительно какое-то такое поощрение. Определённое – это то, что столько лет уже, я уже находясь не в России, больше 16 лет, и что мне в прошлом году этот статус присвоили. Вот в данном случае предоставление статуса иноагента – это что? Это предупреждение. Уже? И тем, чтобы, в общем-то, ну, как-то, наверное, пока не комитфон заводить уголовные дела на зон мобилизованных и защищают родину, как это рассказывают, да, в пропагандистских всяких каналах, и тут как бы вот жённые как-то уголовные дела за то, что они хотят вернуть, как-то, пока власть ещё не готова перейти вот эту вот, как бы, грань, что совсем абсурдности бы не было. Вот. Поэтому статус иноагента, находящегося, проживающего человека в стране, россиянина, ну, наверное, к чему-то как-то обязывать. Я, честно говоря, не знаю. Я говорю, в стране, я живу в России уже больше 16 лет, у меня нету там никаких там ни финансов, ни недвижимости, ни... да ничего уже меня там, кроме родственников, не связывает с этой страной, к большому счёту, да. Поэтому как-то на меня это никак не влияет, да. А те, кто находятся внутри страны, ну, наверное, есть ограничения определённые, они будут сталкиваться с теми иными вопросами. Но это, опять-таки, наделение статуса конкретно вот этих людей зон мобилизованных, это такое предупреждение, что, как бы, поигрались и хватит, да. Собственно говоря, никто не пойдёт на ваши требования, нет у российской власти сегодня такой опции, как и возможности, да, ротации, о которой эти зоны мобилизованных говорят. Поэтому они могут выходить сколько угодно на маленькие эти пикетики. Больше это всё-таки пиаровские акции. Сразу, как бы, там журналисты разносят, пытаются разнести это всё по социальным сетям, вот эти какие-то кастрюльки дома, ну, это, я не хочу ругаться матом, да. Ну, это просто вы с дубу рухнули, да. Вот пытаются найти слово, это наши зрители понимают, а какое слово я хочу использовать. Ну, вот, ну, YouTube как бы не может, естественно. Вот, ну, понятное дело, ну, что это такое? Что это за акция такая? Дом по кастрюльникам бить? Ну, вы совсем действительно куку поехали. Ну, по поводу угрозы для власти, кстати, не знаю, видел ты или нет, но уже на нескольких источниках видел, то ли цитату из одного источника, то ли разные источники, о том, что в Лав-Лапу в последнее время стал носить бронежилет скрытого ношения, чего раньше за ним не замечалось. Как ты думаешь, с чего бы это? На этих, знаешь, на публичных и внешних каких-то мероприятиях уже неоднократно замечали о том, что он был в бронежилете, да, то есть это... Ну, он всю жизнь был в бронежилете последние 10 лет. А, да? Нет, это на самом деле, это не последнее, это не нововведение. Это было известно раньше, и он постоянно находится в бронике. Это, ну, это просто как аксессуар уже, я не знаю, там люди чистые, я вот не ношу чистые, как бы, люди там цепочки какие-то носят, как бы, да, какие-то украшения. Это аксессуар уже, как бы, он без этого не встает. Я думаю, что он даже спит в этом бронежилете, на самом деле. Человек, который панически боится, естественно, как бы, умереть, то, что его убьют, у него совершенно маниакальный уже старческий маразм в этом плане, так что здесь это не нововведение, не знаю, что это за запущено, как бы, очередная, как бы, не знаю, там, попма, очередной мем. Это давно используется, он действительно уже, я думаю, что с 12-го года. С 12-го года, вот после событий, да, там, этих митингов больших, он с 12-го года, в принципе, в постоянном бронежилете, в постоянном. Хорошо, вопрос тогда следующий у меня к тебе, тоже касающийся безопасности Путина. Как ты думаешь, в связи с разрешением бить по территории Российской Федерации, и мы понимаем, что это только начало, это первая из серии разрешений. Нету ли у тебя ощущения, что Путин лично может чувствовать себя более незащищенным, чем Радий? Ну, я думаю, что, конечно, каждые новые условия введения, как бы, это, в общем-то, для него страх. Другое дело, что вот в чем причина-то изначальная того, что был запрет, это были секретные переговоры между Россией и Америкой, и которые, в общем-то, была определенная договоренность, что Путин там не будет захватывать, пытаться захватывать новые территории, а, соответственно, как бы, оружие, которое предоставляет Соединенными Штатами, в первую очередь, оно не будет направлено на территорию Российской Федерации. Путин сам, опять-таки, как он уже исторически делает, обманул, поэтому это просто следствие невыполнения обязательств. Поэтому мы и говорили, что никаких переговоров с Россией быть не может от слова совсем, кроме как безоговорочная капитуляция и вывод российских войск со всей территории Украины, потому что эти люди не будут выполнять обязательства, которые они якобы возьмут на себя в этих переговорах. Это сто процентов совершенно. Путин не остановится и никаких, соответственно, переговоров быть не может. Переговоры могут быть как бы по обмену военнопленными. Вот эти переговоры необходимо вести. Да, безусловно, возвращать украинских военных, это, наверное, сегодня, ну, прерогатива в переговорах вообще с стороной террористов, не более того, просто возвращать заложников. Ну вот, так что здесь, конечно, он боится, конечно, это совершенно другой формат, но, опять-таки, нужно сказать, что Путин самолично все это организует и делает. Никто, как Путин, никто другой не приблизил НАТО к российским границам. Никто, как Путин, не делает много для того, чтобы Россия в итоге развалилась. Россия ждет развал после постпутинского время, Россия ждет гражданская война. И все это дело рук одного человека, Владимира Владимировича Путина. Никто другой не делает столько, ну, гадостей, я не знаю, там, не приносит бед самим россиянам, как Владимир Путин. Россияне этого не понимают, потому что одурманены пропагандой, одурманены деньгами и откупом от российской власти, соответственно, поэтому и закрывают глаза, и знать большинство не хочет вообще о какой-то войне, когда это не касается, например, других. Но, тем не менее, главный виновник всех бед России, российского народа, сегодня является Владимир Путин. Именно этот человек делает все для того, чтобы уничтожить Россию. Ну, давайте помогать ему в этом, потому что уже это, опять-таки, не от наших желаний и хотелось зависеть. Россию в постпутинское время ждет развал и гражданская война. Это совершенно очевидно. А мне это очевидно было и раньше. Сегодня об этом уже говорят многие другие эксперты и деятели. И, опять-таки, еще раз причем, от нашего желания или нежелания это не зависит. Это исторический процесс, которых спять уже не повернуть никакими способами. Прозвучало как тост. Спасибо тебе огромное. До встречи и береги себя. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok